Если вы вовремя не замените перегоревшие буквы в вывеске вашего магазина, то в темное время суток новое название может создать небольшую интригу. Надеюсь, верхняя надпись не относится к оперовальному центру, иначе это звучит как призыв к незаконным действиям. Для того, чтобы привлекать клиентов, стоит отказаться от обычных названий. Подобная загадочность приведет к вашим дверям множество любопытных посетителей. Привет, с вами канал Фактория. Я даже не знаю, но да, любопытство появилось, что ж там такое внутри. Если снаружи такая срань, как же там внутри? Адский огонь. Это явно не самое удачное название для студии Загара. Для полноты картины стоило бы еще добавить слоган «Горите в аду». Пусть другие карабкаются по карьерным... Ну почему, можно назвать студию Загара уголек? Поджаристая корочка. Блэкфейс. Осуждаю, нет. Уголек в смысле уголек, уголь. Ну, некоторые же... Да, я знаю, что некоторые так говорят. Загар. А ты прикинь. А, ты имеешь в виду что, Блэкфейс относят к... Да, нет, Загар относят к Блэкфейсу. Блэкфейсу. Про это, про Ариану Гранде одно время говорили. Про то, что вот она такая загорелая, она что, пытается быть похожей на черную? Она просто итальянка! Она итальянка, так. Мне интересно, что бы эти люди сказали, проедьте они у нас по деревням, по дачам и увидев там дачников, старичков, которые хуячат на своем этом... На своем огороде, которые по факту реально полностью черные от того, как загорели. Люди, короче, которые всю жизнь прожили в городе и просидели в интернете, они даже не знают, как люди загорают, что они... Можно от такого, вот, как у меня, я могу, допустим, в желто-коричневый загореть. Мой папа, он в красноватый загорает, причем красновато-коричневый. Если он ходил, короче, в огороду в трусах, у него там граница есть четкая, красновато-коричневый в случае тела или золотисто-коричневый в случае ног, и буквально белый. Это не значит, что он пытается кого-то походить, и так кожа загорает. Люди, которые постоянно сидят в помещении и живут в городе, они даже не знают об этом. Да, блин, банально, вспоминаем Серегу, когда он работал на крышах. У него прям вот... Я про папу рассказывала, про Серегу сразу вспомнила. А помнишь мои ноги в клеточку? Я просто ходила в босоножках по улице. Да-да-да. До остановки. Причем, что у Сереги руки не сходили долго, год или полтора. Полтора года у меня дышались ноги в клеточку, потому что у меня были босоножки с плетением. На лестнице, ты воспользуешься гидравлическим подъемником. Эта надпись красуется над входом в колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. Класс. Когда владелец наделен смекалкой, ему не помешают никакие законы, чтобы прорекламировать свой ассортимент. Реклама пива на... Красава просто! ...на зданиях запрещена, поэтому ее здесь нет. На фоне всеобщего ажиотажа от Игры Престолов, особенно в преддверии выхода последнего сезона, многие стали использовать героев сериала в рекламных целях. Как грустно становится на душе, когда осознаешь, что в новосибирском аэропорту Толмачева совершенно нет хороших новостей. Магазин с аккумуляторами переехал в другое место, а новый владелец павильона посчитал, что вместо того, чтобы снимать старую вывеску, будет лучше немного... Ну, кстати, по-моему... А, так он так и оставил аккумуляторы любви. Да. Он не просто оставил аккумуляторы сверху, он прям реально назвал свой магазин аккумуляторы любви. Не, ну а что, клево, выкрутился, по-моему, звучит очень интересно. Мне кажется, это даже не старый или новый владелец, это просто, короче, человек решил поменять свое поле своей деятельности. Ну, может быть, кстати. Теликом и полностью, или такой передал бизнес жене. Ну, а что, в аккумуляторе любви, ну, по факту, это же аккумуляторе любви. Нет, это как-то там написано, любриканты. Любриканты? Лубриканты, люди, если что. Любриканты? Лубриканты не от слова «любовь», а «лубриканты» они называются. Уж не знаю, от какого слова. Ой, твою налево. Блать. Всполнить ее. Если хочешь иметь большой поток покупателей, надо лишь основательно заявить о своем существовании. У местных жителей никогда не возникает вопрос, где у нас есть аптека? Мне интересно, прикинь, у него реально такое название идет. О-о-о, аптека, 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 аптечный магазин, аптека, аптека, аптека. Прикинь, реально такое название аптеки, ну и пэшки точнее. Ну или о-о. Мясо, пиво, вино, Олег. Очень интересный ассортимент в этом магазине. Что ты там забыла, Олежа? Что? Олег? Мне нравится. Мясо энд лав. Да. Это очень странное название. Тут думаешь, это... Это... Этот, как его? Магазин аккумуляторов любви? Или же мясо... А любовь это что тогда? Так у них на первом этаже Галя гуляй. Дэнс бар. Здесь все очень странно с вывесками. Кстати, вот, я так понимаю, там все в пайетках, но эти пайетки выглядят так, как будто бы оно просто, знаешь, на картонной хрени. И смотри на этот рейстик, походу, кухни. Эльянская. Чо-чо. Чо-чо? Чо-чо. Что? Чо-чо, это как это? Что с этим перед нами не так? Это как дочку Чо-чо зовут. Чо-чо. Может быть, Олег это владелец или же название. Когда очень хочешь, чтобы название твоего магазина было написано на английском языке. А потом осознаешь, что многие тогда не поймут, что там продается, и приходится выкручиваться. Почему я сначала прочитал Italian Member, а не Mabel? Mabel. Italian Mabel. Italian Mabel. С каждым разом посетителям будет все сложнее заказать джин с тоником. В какой-то момент это и вовсе может стать невозможным. А некоторые люди вообще не могут. Им че, не пить джин с тоником? Они такие... Я очень, я очень хочу джин с тоником. А ты не можешь? Да в смысле? У меня проблем с этим вообще никаких. Текила, спрайт, водка, сок, джин с тоником. Как знаешь, некоторые говорят, что... Ой, вот ты по знаку зодиака, скорпион, поэтому тебе это легко делать. А я обезьяна, которая обезьяна. Ты подражательница. Ты подражательница просто, видишь? Близнецы подражают. Мне нравится это виски кола. Кстати, я узнала тоже благодаря сериалу, который я сейчас смотрю, что в Корее, например, виски колу называют Джек кола. Я, я честно говоря... И по названию Джека Дэниелса. Я, честно говоря, ожидал, что там будет еще вот такой вот знак. Что же это за напиток? Шокер. Кисленький такой, вяжет во рту. Наверное. Не знаю, либо с дерьмовым вкусом. Либо и то, и то. Либо просто тебя бьют шокером. Чтоб протрезвел. В какой-то момент это и вовсе может стать невозможным. Мне тебе приносят, короче, стопку молочного ликера и шоколадку на закуску. В нашем городе открылось новое кафе. Они выбрали удачное название, выбрав при этом правильных соседей по аренде помещения. Уже неделю весь район улыбается над этой картиной. У владельцев стал выбор между полным написанием слова ломбард и максимально возможным для этой выписки. Это популярно, когда это были мемы про Финни-Пух и Пяточка, которые упоролись. Это видео. Отсыл очка. А ведь можно было просто сделать меньше шрифт. Да. Ломбард. Ломбард, ломбард, хуй, моржовый. Ломбард, ломбард, вредный хуй, да? Да, ломбард, ломбард. Санем слова ломбард и максимально возможным для этой вывески размером шрифта. Вы сами видите, что он выбрал. Завлекайте клиента, проводя его в замешательство. Не свежая выпечка. Вечерние пирожки, просроченные пирожные, курники без мяса. Кофе на горячей воде, заварные пирожные пустые. Каждый сам сделает свой выбор между выпивкой, жратвой и весельем и обычной жизнью. А что бы выбрали вы, если бы заметили такую креативную рекламу? Когда открываешь собственный магазин, никогда не забывай об иностранцах, которые могут стать потенциальными клиентами. Вопрос, почему было не написать, раз уж вы по-русски написали там doors. Дорс, ну да. И не важно, что слово двери на английском звучит совсем иначе. Видя такие вывески, невольно придумываешь рекламные слоганы этим заведениям. Парикмахерская... Это можно банально написать... Это банально можно писать над каждой практикантской комнатой парикмахерша, этих, студентов-парикмахеров. Слушайте, если я захочу сочетать талант с везением, а не мастерство с ценой, то я сама постригусь, я всегда так делаю. Мне кажется, там должно было быть не и, а или. Талант и везение. Испытай свою удачу. Будем рады видеть вас, детям к вас, папе пивас, когда грамотно стараешься охватить все возрастные категории. Ну, кстати, вот я вижу мелком нарисовано. Помнишь, у нас в этом Волгодонск кафе? Ну, это популярная тема для кафешек. Да, что там большая стена, и на ней рисуют, пишут что-нибудь все время. Вот это прикольно. Но они не учли только тот факт, что рядом с папой может идти еще и мама, которая не одобрит этот подход. Голодный? Мы вас накормим. Мучает жажда? Мы вас напоим. Одинокий? Мы вас напоим. Хочешь разбираться в привлечении клиентов? Тогда тебе нужно уметь решать любую его проблему. Кажется, это очень пьющий район города, если в нем даже Алка-маркет называется Вечный Зов. Так следовало бы назвать место с более культурным досугом. Увидев вывеску переводы с армянского языка на армянский язык, осознаешь, насколько на самом деле сложный оказывается этот язык. Ты понимаешь, я сначала прочитал переводы с армянского. Такой думаю, что за сармянский? Что это за язык такой? Ты идиот. Ну, пробел не сильно большой. Тут, в принципе, на самом деле там просто, видишь, он не намного меньше. Чуть-чуть меньше. Да, им стоило запятую, более такой кучка шрифт использовать, и после языка запятую поставить. Да не обязательно даже более кучковый шрифт, можно было просто это, межбуквенный интервал уменьшить. Как бы редакторы это умеют. Что даже носителям нужен переводчик, чтобы понять собственную речь. Маг Сантехник, адепт школы бриллиантового вантуза. Снятие порчи с унитазов, приворот чистой воды, установка смесителя по фотографии, заговор текущих кранов. Видимо, кто-то пересмотрел битву экстрасенсов. В такое место и идти не страшно. На этом базаре можешь быть уверен, что там тебя точно никто не обует. Очередной гений маркетинга участвовал в создании этой рекламной акции. Но в современных реалиях пора бы уже дарить смартфоны, ведь их теперь... Меня вообще... Просто вот как мог кто-то придумать, запихнуть в унитаз цветы на рекламе? В чем смысл? ...берут с собой куда чаще, чем книги. Разнообразие услуг, которые предлагает... Ой, спасибо, спасибо. Спасибо за донат. Ссылка Вин Куяж, ссылка Х2, в НЕЗ АП на Уруру Тильда, больше чем меньше чем Тильда, подчеркивание Прева. И тут я решила немного сделать ознакомление с мультиверсом Андреев, Эс Фьехи. Де, а как вам будет этот канал, Уру? Жорик, говори в своем стиле просто. Это заведение просто впечатляет. Когда пытаешься охватить как можно больше совершенно разных категорий людей. Владелец этого биотуалета раскрыл настоящий секрет успеха в своей сфере работы. Действительно, что же еще там нужно, кроме бесплатного Wi-Fi с высокой скоростью? Еще одна тактика — устранить ближайших конкурентов. Или же сделать при помощи одной рекламной вывески так, чтобы эта конкуренция совсем не ощущалась. Ах, ну это такое себе. Способ рекламы. Ну, Бургер Кинг постоянно такое делает. Открытием необходимо создать правильный ажиотаж вокруг вашего заведения. И вот один из наиболее удачных примеров, как это нужно делать. Слева винчестер, справа железный человек. А, это винчестеры слева были, да? Старается быть нацеленным не только на мужскую аудиторию, но еще и на женскую. Намаж губы пивасиком. Как вам такой слоган? В кальянных большинство посетителей, как правило, является молодежью. Поэтому и названия нужно придумывать такие, чтобы привлечь эту возрастную группу. Ну, я сейчас буду нудить и доебусь. Ты в кальян не вдуваешь, ты из него сосешь. Еп. Во-первых. А во-вторых, это уже какой-то миллениальский сленг. Еще один случай, когда перегорела одна буква и магазин превратился в адовое местечко. Вдобавок к этому еще и образовалось интересное противоречие. Необычный способ привлечь внимание к своему магазину, немного изменить устоявшееся выражение, которое будет бросаться в глаза каждому. Купи двое солнцезащитных очков и третье тоже купи. А что, вы ожидали увидеть очередную акцию? Это уже слишком банально. Такой подход куда лучше. Создатели этой рекламы обрекли это место на то, что оно всегда будет пустовать. Потому что никто не хочет быть очень одиноким петухом. Как я понимаю, между булок это название закусочной, рекламную вывеску которой мы и наблюдаем. Весьма необычная фантазия у владельцев. Дизайнер вывески, видимо, совсем не подумал о том, что ее можно будет прочесть верно, только если стоять ровно посередине. А тот, кто будет заходить справа или... Ну знаешь, кто-то может прочитать «Ябло» тоже не очень звучит. Как и очко. Ну да, ябло и очко звучат не очень. Слева увидит не самое приятное название. В этом модном салоне, очевидно, женщины обсуждают то, как им надоели постоянные выходки их супругов. Название, конечно, могли бы придумать менее безобидное. Кому-нибудь удалось прочитать название «Менее безобидное». Стой, он говорит, можно было бы придумать название «Менее безобидное», то есть еще более жесткое? Ну, я так понимаю, наверное, он хотел сказать «Более безобидное». Хотя, опять же, не факт. Опять же, не факт. Не, я просто думаю, я не понял, что-то. Кому-нибудь удалось прочитать название этого салона красоты. Это, блядь, какого-то сраного засранца малолетнего взяли, который теги свои сраные на дверях рисует. И вот хер разберешь, что за салон красоты. Этуаль, по-моему, что-то такое. Аль-лап-ча, блядь. В любом случае. В конце мэ. Кто утвердил ле в конце. Да, в конце ле. Кто утвердил вообще эту вывеску? Или мэ. Опять же, не обязательно это ле. Это, может, и мэ. Этуаль там написано. Ну, я бы не был так уверен, понимаешь? За корючком вот здесь и вот здесь одна и та же. Абсолютно почти что. Поэтому это может быть м. Этуаль, я вижу просто. Как ты в полмесяца увидела э? А что это, по-твоему, может быть, кроме э? Просто полумесяц. Это Этуаль. Дальше. Не знаю. По-моему, это какой-то Типам. Или Типаль. Да. А где ты И видишь, если это У? Вот это И. Это У. Как УИ? УИ может вниз идти за корючком. В любом случае, это плохо читаемо. И изначально вообще хрен разберешь, поэтому... Тиам. Тиаль. Ну да, Этуаль. Этиаль тогда уж. Этуаль. А, это У. Это У. Это не может быть И. Потому что идет большая эта... Ну, может, это какой-нибудь Туам? Ну да, ты, скорее всего, права. Сюка, и не пони... И слишком хреновое качество. Я сколько не рассматриваю, никак не могу понять, что здесь написано. Иногда фантазия бывает совершенно излишней. Особенно, если твоя столовая единственная в радиусе нескольких километров. Когда твой ангелочек работает в правоохранительных органах или же просто любитель охоты и рыбалки, то ты все чаще заглядываешь в этот магазин, чтобы выбрать очередной подарок. В какой вселенной сделана эта фотография, если там считают, что в сутках 23 часа? Очень им сочувствую, потому что многим и 24 часов-то не хватает для того, чтобы все успеть. Следовало сделать более заметное разделение, а не просто небольшие точки сбоку. Ведь теперь абсолютно у каждого в голове будут появляться странные ассоциации с туалетом, который называется веселые горки. Я бы посмотрел на это. Детская одежда. Моча. Надеется, что на вкус их блюдо совершенно противоречит названию. Наверное, все-таки это планировалось как моча. С таким названием совершенно не поспоришь. Более грустные магазины вряд ли можно придумать. Но мне кажется, это название еще больше портит настроение его посетителям. Как вы уже могли понять, владельцы студии Загара отличаются особой креативностью. Запеканки имеют свойство пригорать. Не думаю, что это то, что... Люди тоже. Можно также привлечь внимание, не связанное с словосочетанием в названии. А вот стоит ли туда заходить или нет, каждый решит сам. Чувство юмора, естественно, приветствуется всегда и практически во всех сферах. Ты понимаешь, ты просто почитаешь, ну, нормально, но странное сочетание и все. А потом прочитаешь слух и такой... Пердуха, да. Пердуха, да. Мы причем это, по-моему, тоже у Макса Максимова видели или еще где-то видели. Я видел эту вывеску. Все равно смешно. Но не всегда оно используется уместно. Как думаете, много обычно посетителей в этом баре? Как правило, места, где продают шоуаму, чебуреки или что-то в этом духе, имеют самые запоминающиеся названия. И чебурек навсегда яркий тому пример. Я себе так и представляю ситуацию, когда у компании друзей во время совместного отдыха появляется идея открыть какое-нибудь кафе, название которого согласовать в итоге так и не удалось. Бар Гоп Стоп явно не то местечко, куда ты бы хотел попасть случайно. Да, я бы туда не пошел. Скорее всего, он пользуется популярностью только у постоянных клиентов. Магазин, который отвечает на самый популярный вопрос родителей. Когда ребенок набирает слишком много сладкого. А разве не слипнется вместе пишется? А то есть то, что заканчивается не на пся, а на ца тебя не смутило? А, не слипнется, господи, это точно. Там все плохо. Слегка не замужем. Определенно, такое место должно пользоваться спросом. Также некоторые используют и созвучные фразы для того, чтобы выделиться среди своих конкурентов. Боже мой, я не ел с утра! Кричащий текст, который, возможно, заставит вас резко проголодаться. Единственная проблема – неправильно расставленные пробелы, из-за которых не так просто это прочесть. Семь тараканов звучит как название заведения, вырезанного прямиком из кадров голливудской киноленты. Посекунчики – это маленькие пирожки, но далеко не каждый это знает. Отчего такое название становится достаточно комичным? Ну да. А пока на этом все. Я не знал об этом, допустим. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Помидорная бесконечность. Далеко все помидорные. Да. Семечки в помидоре развелись в новые помидоры. Забавно. Хотя это не так работает. Спасибо за просмотр. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...